Мы всю жизнь что-то ищем. Вы не задумывались об этом? Нам всё время чего-то не хватает. Одни ищут деньги, другие – любовь, третий – смысл жизни. Кто-то всю жизнь тратит на то, что ищет счастье. Нам всегда кажется, что после чего-то необыкновенного и глобального мы станем счастливее. Мы гонимся за неопределённым, непонятным нам самим счастьем. Ведь никто не может сказать, что именно он понимает под словом «счастье». Мы ставим бессмысленные цели, идём к ним, достигаем чего-то и зачастую понимаем, что это нам оказывается не нужно. Нам всегда кажется, что счастье где-то там впереди, за очередным поворотом судьбы. Но всегда оказывается, что за этим самым поворотом ждёт новый, и так каждый раз. И это вполне нормально, что в девятнадцать лет мне кажется, что счастье за поворотом в высотилетие. В тридцать мы говорим себе, что вот я женюсь и буду счастлив. Спустя полгода для счастья потребуется сменить квартиру или машину. В тридцать пять надо будет развестись, и тогда, как нам кажется, мы будем счастливы. И вот нам уже пятьдесят. А того, что мы искали всю жизнь, так и не нашли. И только когда жизнь перевалит за пиковую точку подъёма, и развитие станет, начинает спускаться вниз, и мысли о приближающей старости загонят нас в кресло перед телевизором и устремляют наш взгляд в окно, мы с точкой осознаем, что счастье не где-то там, а здесь и сейчас. В мелочах жизни, но поняли мы это почему-то слишком поздно. Мы понимаем, что, конечно же, были моменты, когда мы чувствовали себя более чем счастливыми, но всегда нами руководствовалось неопределённое желание добиться большего, тем самым не замечая и не оценивая того, что мы имеем. Каждый из нас когда-то мечтал стать миллионером, и если задуматься, это не принесёт нужного счастья, а только умножит наше желание постоянно лететь вперёд в поисках чего-то непонятного и сделает нас нервными, жестокими, холодными. Я не имею много в жизни, у меня нет пентхауса, мерседеса и миллионного счёта в заграничном банке в иностранной валюте, но у меня есть всё необходимое для того, чтобы называть себя счастливым человеком. Миллионер богат, успешен, но ниже меня бедного, потому что он не может замечать радости жизни, столь мелких деталей, как мы, обычные люди. Его терзают страхи по ночам, что его бизнес разорят конкуренты, жена красавица уйдёт к другому, потому что у него на неё нет ни времени, ни сил, топ-менеджера одной из компаний перекупят, банк обанкротится и так далее. Получив желаемое, и причём в таком тотальном изобилии, он теряет цену и радость вещей, и я получаюсь выше его. Я беден, но свободен и счастлив. Я ни от кого, ни от чего не зависим, и от меня не зависит никто. Я могу каждый вечер пойти полюбоваться закатом, могу спокойно спать по ночам, не боясь, что меня ограбят или пристрелят. И покупая какую-то вещь, на которую зарабатывал или долго копил, или просто очень давно хотел, я испытываю на самом деле счастье. У меня есть люди, которым я могу сказать, как я их люблю, и они ответят мне взаимностью, искренней любовью, потому что они любят меня за то, какой я есть и кто я есть, а не из-за подарки стоимостью полмиллиона долларов. А если задуматься, как часто мы говорим о чувствах своим близким? Как часто дарим цветы? Кто-нибудь, идя с работы или просто идя в гости к родителям, покупает маленькую безделушку, чтобы просто в обычный день порадовать близкого. И если вы, прочитав этот монолог, увидели в нём себя, что-то осознали и хотите исправить, значит, всё это не зря. Значит, не зря мне Бог дал умение писать. Значит, я не зря живу и хоть на маленькую Толику, но могу кому-то помочь. И от этого я счастлив. Просто от того, что вы прочитали мой монолог. Просто от того, что вы улыбнулись. Просто от того, что вы... есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok